Самый сильный араб в мире играет через самый слабый предмет в игре. Почему? Приветствую, друзья! С кем еще не знаком, я Никита, или же Рокес, и как только вышел PUBG, в первые сезоны я был в топ 25 лучших игроков Европы. И я точно знаю, что просмотр одного правильного видео поможет тебе сэкономить десятки, а то и сотни часов в игре. Ты начнешь лучше тащить, узнаешь какие-то крутые фишки от топов, ну или просто будет что посмотреть, пока кушаешь. Так что, приятного просмотра! Перед вами Raiden, арабский игрок, которого многие считают вообще сильнейшим игроком в мире, и не просто так. Потому что этот человек показывает крайне интересный перформанс, его движение. Можно копировать и писать по ним учебник, то есть то, как он выходит, выглядывает и ведет себя в файте, это, можно даже сказать, настоящее искусство. Вот здесь посмотрите, как четко он пекает оппонентов, как же круто он знает, где кто находится. И человек, который настолько хорошо играет, использует шприц-волка на постоянной основе и побеждает с помощью него. Для меня это что-то невероятное, потому что, как вы прекрасно знаете, наверное, шприц-волка это сейчас, наверное, самая слабая вещь, которая есть в игре, и она скорее мешает, нежели чем помогает тебе тащить. Но, может быть, просто для этого нужны правильные руки и какой-то нестандартный подход? Вот сейчас мы с вами и увидим. Ну, а я, конечно же, напоминаю, что спонсором этого ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Так что, если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там, по промокоду EROKES, вы получите до 520 долларов бонуса. Я вам желаю, конечно же, удачи и исключительно побед. Нет, пока что начало достаточно стандартное. Играет он, кстати, не один, а с командой. Я так понимаю, это команда рандомов, потому что у него есть определенные тиммейты, с которыми он играет часто, но их никнеймов я сейчас здесь не вижу. 13 игроков нам показывает мини-карта. То есть соперников здесь еще более чем предостаточно. Ну и главное, ни на кого из них не напороться спиной. И быть готовым к тому, что рано или поздно кто-то вылезет, появится. Ну, вообще, хорошо, конечно же, собрать какую-то информацию. Тиммейты немножечко флудят в голосовой чат. Это может слегка отвлекать, но уж точно не райдина. Посмотрите, насколько он сконцентрирован. Как будто бы все под его контролем в этом матче. Тиммейты, кстати, тоже, похоже, молодцы. Что-то там бегают, что-то делают. Не якори. Нет такого, что они ему отдают фраги. В последнее время с этим много скандалов. Но пока все достаточно спокойно и удивительно, что вообще никаких файтов не между сквадом райдина и еще кем-то, так и между игроками в принципе. То есть все затихло. Это необычно. Почекивает оппонента, слышит, похоже, спереди шаги. Опять же, их тяжело расслышать, потому что очень громко голоса тиммейтов. Но да, здесь слева определенно есть какой-то файт. Готовится встречать и принимать на гранатку. Но при этом хочется, хочется что-то подлутать. Вот он он. Забрал, кстати, именно синий шприц, не красный. Блядь, все, все сожрали. Все схавали. Говорит, дай мне МЖ-3. Ничего не знаю. Я здесь, я здесь ютубер. Я здесь стример. Дай мне все вот это. Ну, нормально. С пулеметом будет чувствовать себя увереннее. Но, кстати, там вот этот вот Ибра, тиммейт, просто вышел, просто забрал двоих. И вот, пожалуйста. Волк, хреновый. Вообще, о, кстати, у него скин. Не знал даже, что есть скин на форму волка. Почему волк считается плохим? Из-за того, что он мало дает преимуществ, и при этом очень долгие анимации. То есть, прикол в том, что для того, чтобы превратиться в волка, тебе нужно 2,5-3 секунды. И что еще хуже, когда ты выходишь из этой формы, ты ничего не можешь делать, опять же, те самые 2,5-3 секунды. И это ужасно. То есть, ты действительно бесполезен это время. И в рамках PUBG это очень много. 3 секунды – это целая жизнь. И убить за это время могут, ну, 2 или 3 раза. Просто это не сложно. Но даже в форме волка, посмотрите, он ничего не может сделать. Он просто выходит на оппонента. Которого бы он спокойнейше перестрелял с МГшки. Но при этом он вынужден на него просто смотреть. Зачем? Зачем он использует этот шприц? Многим не нравится вампирский шприц. Я это тоже готов понять, но... Вампирский шприц дает очень приятную пассивку. Когда ты кого-то убиваешь, на нем появляется сфера отхила. И просто подходят и восстанавливаешь здоровье. И ничего при этом не требуется. Один раз нажал и можешь не использовать. То есть тебе ничего не нужно делать. А вот как раз таки... Оборотень? Он просто бегает. Не понимаю. О, новый скин, кстати, на фольксваген. Друзья, если вы тоже себе хотите крутые скины, то каждый день в своем телеграм-канале Эрокез Биба я разыгрываю по 1000 UC для своих подписчиков. Просто так выбираю троих случайных подписчиков и кидаю по 325 UC. Так что если вы не подписаны, то вы каждый день теряете возможность получить 325 UC. Так что ссылочка в описании. Обязательно заглядывайте, залетайте, чтобы не терять UC. Ну а все UC предоставлены моим же, кстати, ботом. Эрокез UC ботом, так и называется. Там можно купить UC в любое время дня, 7 дней в неделю. Моментальное пополнение. И что самое главное, официальная оплата через банки. То есть с вашей карточкой ничего не случится. Сейчас это большая проблема. У многих блокируют карты при каких-то непонятных переводах. Здесь такого не будет. Вы получите чек. Официальная оплата через банк. Все чисто, все супер. Эрокез UC бот. Рекомендую. Здесь выключились звуки. Это, видимо, из-за доната какого-то крупного прилетел Райдину. Ну и пока что он... Вот что мы имеем по поводу Волка, да? Он один раз чуть не умер против достаточно фришного оппонента. После этого пробежал что-то, пока не нашел тачку. Потом сел в тачку. Здесь же, опять же, используют Волка просто для того, чтобы прибежать. То есть он... Ну, по факту ему заменяет транспорт. Но непонятно, а почему не держать при себе транспорт, да? То есть в каком-то именно ключе хорошей атаки, в какой-то перестрелке сам оборотень, ну, на мой взгляд, пока что никак не помогает. Может быть, я не прав. Может быть, сейчас что-то в этом плане изменится. Ну, глянем. Может быть, этот шприц себя раскрывает ближе к середине и концу матча? То есть, когда файты идут на каких-то открытых местностях? Или когда они уже не настолько сумбурные, а когда ты понимаешь, где находится какой оппонент? Ну, странно. Единственное, что лично я видел, что более-менее эффективно, это когда заходят в форму волка, нажимают кнопку воя, он дает бонус на 30 секунд к всему передвижению. То есть, ты передвигаешься всегда быстрее. И потом выходят обратно. Это может казаться чем-то неплохим, но это требует 6 секунд туда-сюда. То есть, ты нажимаешь, ну, ты заходишь в форму. Кстати, нет, сейчас это превращение будет меньше, это только первый раз оно долгое. Ну, не важно. Короче, ты заходишь в форму. Ой, как больно. Нажимаешь вой и потом выходишь точно 3 секунды. Это очень долгое. Ради такого незначительного бафа, который еще и на 30 секунд. Маловато. Использует дефибриллятор, хавает большую аптеку. Вот здесь красавчик. Потому что именно большую аптеку почему-то все всегда оставляют на потом. И очень часто она уходит в следующий матч. Так ее и не используют. Вот. Пожалуйста, как раз-таки бой и побежал вперед. Но опять же, машина лучше. Здесь его спокойно можно убить. Да, вроде как форма волка дает тебе чуть больше выживаемости в плане того, что нужно больше попаданий. Но все равно машина прикрывает. Очень часто там из 50 патронов, которые в тебя высадят, 40 забирает с себя тачка. Или даже больше. нахожусь на патронов. Хорошо. Вот зато посмотрите, как же красиво он выходит. Как же круто он обманывает своих оппонентов благодаря крутым движениям. Вот, то есть он специально чуть-чуть выглядывает, потом заходит обратно. и он не просто заходит как все за стеночку так вот еле-еле. Он заходит чуточку глубже для того, чтобы заставить оппонента его пушить. Враг такой типа ага, он слабый, он от меня убегает. Я как бы здесь сейчас продоминирую. А Райдин его на этом ловит, поскольку враг уже полностью вышел из-за стены и нет ни малейшего укрытия. И все это делается вдоль секунды, что оппонент не успевает понять, что вообще происходит. Вот, посмотрите. И сам Райдин всегда находится за укрытием, но при этом его оппоненты полностью как будто бы в оппене. Это гениально. Вообще, в принципе, он один из первых, кто начал вот так вот именно использовать движения и распики. За ним уже потом начали многие повторять. какая-то собачья вечеринка. Глянь. Ну, на мой взгляд, выглядит это странновато. Опа. Вот, смотрите, раз, два, ну вот, да, да, вот то, что я говорил. Просто он захотел перевоплотиться обратно, чтобы пострелять, и его уничтожили буквально. И при этом были рядом и другие цели. Ну, как будто бы ему просто нравится этот шприц. В плане эффективности он вообще кусок говна. Но бывает такое, знаете, вот, ну, нравится и все. Ну, хочу я вот с этим играть. Да, эта штука плохо работает. Но она веселая. Пока что это единственное объяснение, которое я могу найти. Интересно, дойдем ли здесь мы до 30 убийств. То есть уже есть 18, топ-17 лайф. Теоретически это, конечно же, возможно, но при условии, что ему тиммейты еще и фраги не отдают, мне кажется, вероятность не сильно высока. Ну, поглядим, может быть, здесь сейчас Райдин невероятно бешено начнет сам вырывать эти фраги, прям как этот волк с зубами. Возвращаются обратно на общаге. Это его излюбленная, в принципе, позиция на карте и его зрители настолько это хорошо знают и помнят, что попадая с ним в одном матче, они все едут файтиться на общаге для того, чтобы попробовать свои силы и для того, чтобы попытаться перестрелять этого игрока. но мы видим, что получается у них не особо хорошо. В каком-то из видосов я считал нужно примерно 30 игроков высокого ранга для того, чтобы убить Райдена. Так, начинают пушить второй дом. Самый лучший дом на общагах. Опять же, ну вот посмотрите, да, вот этот бой и обратно. Ага, ну да, вот секунды, секунды 4 это точно заняло. И на 25 секунд оставшиеся он бегает достаточно быстро, но зато действительно прям неожиданно вылетает, посмотрите, как же жестко их доказывать. И это очко! не, ну это хорошо. Это было неплохо. Но вопрос, сделал ли бы он то же самое и без бафа волка? Мне кажется, да. По-моему, сильно здесь ничего не отличалось. опять что-то прилетело, выключил микрофон для того, чтобы не палить, что он там рассказывает, какие-то секретные вещи. А может быть, он ругается, говорит, гадости, какие-то плохие эти какашки-пупяськи. Нет. Нет, в итоге он просто выключил камеру и ушел. Все, говорит, мне пора. Я, говорит, сейчас у меня это, перекус. Я буду, короче, хавать не халяльное мясо. Ну, я не знаю, что, я не знаю, почему он спрятался, но, наверное, на то есть причина. Сейчас, короче, из четырех игроков его сквада, один мертвый, а трое были волками. Это такой, короче, песен отряд. Побежали. Опять же, да, немножечко надо повыть и бежим вперед. Забавный такой розовый хвостик у этой собаки. он такой он как-то не выглядит устрашающе. Ой, братан, ой, ой, ой. Вот даже, даже при том, что там на крыше был, ну, прям, откровенный ботинок, Райдил здесь потерял половину здоровья. Хотя, ну, там, чувак вообще не отдупляет, что происходит. Он просто, просто в поле смотрел и не стрелял. Но все-таки здесь еще, знаете, нужно понимать, что уровень игры этого человека гораздо выше, чем средний уровень игрока в обычном матче. Поэтому он может себе позволить какие-то такие приколы и может себе позволить использовать что-то малоэффективное и все равно побеждать. просто вывозить за счет своих умений. Но если вот обычный игрок попробует что-то подобное, то скорее всего столкнется с куда более неприятным результатом. Остались, кстати, 3 в 4. Если против них полноценный скват, то это будет достаточно интересный файт. Но такое встретишь нечасто. Обычно до конца матча доживают игроки не в полном составе. Даже вот этот скват дожил не в полном. Так, тем временем, да, ребята стреляются между собой. Какой-то 3SS забирает чела с Бизона. Логично предположить, что где-то там вокруг смоков много первого. Точнее, нет, его доели. Остались 3 в 2. Нащупал! Нащупал через смоки кого-то и просто забирает. И это топ-1. Вот так вот легко. Точнее,